Микс Ньюс Добрый день, в эфире передача Разворот. Я ведущая Евгения Шафранок, помогает мне звукорежиссер Евгений Копеин. И у нас сегодня замечательный гость, руководитель Дворца культуры ВФ Лена Кюбелес. Добрый день. Добрый день. Прошел сейчас Балтонактс. Что было, как было, были довольны ли вы тем, как было? Мы очень довольны. В этом году отмечаем ВФу столетие. Ну, ВФа нет, конечно, к сожалению, но все помнят, все знают и у нас есть во Дворце музей завода ВФ и вместе с музеем вот мы делали на Белой Ночи тоже такое мероприятие называлось ВФ Метал. Это было связано со столетиями с промышленностью, с этими всеми процессами, которые происходили тогда и играли нам все металисты. Только метал. У вас прямо рок был там. Был металл-рок. Даже металл-рок. Да, да, да. Группы Антиреалити, Тесса, если кто-то знает, да. И, конечно, публика тоже. Некоторые пришли, ну, просто гуляли везде и приходили и радовались, что интересно что-то другое. Ну, конечно, приходила абсолютно другая публика, которая, может быть, ежедневно не приходит во Дворец ВФ, ну, смотрели и видели, что можно и так. Мы делали в вестибюле, были видеопроекции специально связанные с заводом ВФ, очень классный свет и все. Ну, придумали что-то такое необычное. Так что, ну, я думаю, это нам удалось. А не было страшно делать такой немножко неформат для ВФа? То есть, никто не ожидал, что это, может быть, металл и рок. Не было ли риска, например, что не понравится? Как вообще эта мысль пришла? Мы не боимся, что не понравится. Нам главное, чтобы было разное, чтобы был момент неожиданности тоже. Потому что, если все уже понятно, что и как будет, ну, это рутина. А нужно искать какие-то варианты, что-то интересное и побольше разной публики, чтобы к нам заходило. Мы не первый раз с таким экспериментом. В прошлом году ночь Ладж Плэша день, когда все праздновали день, а мы ночью делали концерт Скайфорджера. Да, так что, ну, уже был такой вариант. Тогда пришло где-то два тысячи с половиной. Нам даже казалось, так много там не поместилось, но все было отлично. Так что, ну, особенно, но только звук вот в этом концерте металла очень большой звук были. Немножко купили для ушей такие, чтобы закрыть. Для ушей, да? Да, да, да. Чтобы, ну, если не фаны, а просто публика со стороны, чтобы, ну, потому что, ну, казалось, что действительно все вибрирует, весь дом, да? Ну, интересно, интересно. Будете участвовать в следующий раз и уже что-то думаете? Это заранее ведь делается? Или еще так, выдохнули и пауза теперь? Ну, на белую ночь мы обязательно будем участвовать, мы каждый год участвуем, но пока что еще идею не открою, но в следующем году есть 60-летие самому дворцу. Так что я думаю, что будет что-то очень интересное, потому что мы хотим праздновать весь год, и я думаю, все увидят и заметят, что дворцу культуры ВЭФ 60-летие. Мы как раз говорили вот с вами за эфиром о том, что реновированный, реставрированный дворец культуры ВЭФ, он абсолютно точно выстрелил в культурной жизни, потому что такое огромное количество мероприятий, которые проходят там, не проходило там никогда, и не факт, что вообще где-то в городе проходит. Сколько, например, за сезон планируется, если мы возьмем осень, сколько планируется мероприятий осенью? У нас наши мероприятия, которые мы организуем, и мы арендуем помещения для других, которые организуют, и у нас нет ни одного свободного дня до 10 июня, только 1 января, ни одного дня. Это же такая реклама прошла, кто хочет 1 января, продолжить отмечать, Новый год может арендовать. 31 отмечают, там первое тоже уже будет, 31, ну там 1 января вечером еще свободно, а так абсолютно все занято, и параллельно и в камерном зале, и в большом зале происходят мероприятия, так, ну, можно посчитать, что 365 мероприятий примерно в большом зале за год, и камер нам немножко, может быть, меньше, но тоже, но очень-очень, не верят, когда звонят, например, теперь заказать помещение, говорят, ну, на следующий год, октябрь, там, я говорю, нету дней, ну, нам не нужно выходные, ну, давайте нам среду какую-то, четверг, говорю, нет, вообще ни одного свободного, и не верят, говорят, вы, наверное, лоббируете кого-то специально, да, одна команда сидит и играет каждый день, а что, допустим, с целевой аудиторией, у вас очень разнообразная программа, но вы как, с точки зрения маркетинга, например, продумываете о том, какая у вас аудитория, на кого вы ориентируетесь, или вам не надо, вы слишком разные? Мы сами, когда мы делаем наши мероприятия, мы смотрим, чтобы они были очень качественные и с изюмочкой, у нас есть такой цикл, как Web Jazz Club, может быть, слышали? И слышали, были. Да, вот видите, мы стараемся концерты в вестибюле, делаем как, ну, как в клубе, и теперь начали интересный вариант, будет, вот, всех приглашаю, пока билеты еще есть, 26 сентября, будет трио Вейн из Швейцарии, мы делаем на сцене вариант клуба, ставим там столики, там и бар есть, и сцена на сцене, в зале ничего не происходит, но там со светом, и вся эта атмосфера на самой сцене, как в клубе, все кулисы подняты вверх, и там такая индустриальная атмосфера, и этот джаз идет там, и очень публике нравится, и мы хотим вот узнать, например, этот отзывы, лучше нравится в вестибюле, или лучше нравится этот клуб-вариант на сцене, это у нас один такой цикл, потом у нас идет камерный, который в камерном зале, камер музыка, коме прима идет, такой цикл, да, с собеседованиями вместе, и музыкой, и тоже интересно, и будет гитаристы из Лиссабона, из Португалии, теперь, да, очень интересный, тоже смотрите программу, совсем недалеко, уже в сентябре, и тогда мы, как я говорила, делаем такие циклы, как концерт с ягодкой, с изюмочкой какой-нибудь, и теперь будут самые ближайшие кубинцы, мы стараемся пригласить очень профессиональных, но с каким-то, вот, которые отличаются, да, например, был у нас такой, из Африки, музыкант, который, Кояте Секу, который играл кору, такой инструмент, который вообще, единственный, и даже он такой специалист в мире, ну, очень интересно, ты приходишь, и мы, между этими всеми остальными мероприятиями, которые арендуют у нас помещение, мы хотим, чтобы наших, ну, наши отличались с чем-то. А где вы их находите? Ну, вот... Какой африканского музыканта, который играет на неизвестном инструменте? Ну, вот, работаем с продюсерами, и сами наши проекты, ну, менеджеры едут и в Роттердам, и едут другие, где эти большие маркеты, да, где все это, все приходят музыканты, и себя, как говорится, продают, да, и там можно отобрать, смотреть, и несколько дней, и контактов, и потом, конечно, мы говорим о цене, и было нам в январе тоже такой уникальный проект, где пианистка и балерина, и было такое, как тыл, как занавес, но мы его не видим, и там эта балерина танцевала вживьем, а там анимации, и все сделано синхронно, так, вместе, что кажется, что она действительно в этом фильме, и они и тут на сцене танцуют, так что, ну, мы ищем таких вариантов, которые здесь были бы интересны, но с чем-то отличались, но, конечно, и аренда берет хорошие мероприятия, концерты, как говорю, даже в очередях стоят, так что, ну, у нас есть такая привилегия, что мы можем немножко отобрать, покапризничать, покапризничать, если, скажем, считаем, что это, ну, достаточно низкого уровня может быть, да, но мы тогда можем и отказать, А были какие-то такие, знаете, откровенные фейлы, то есть провалы, вы пригласили и не пошло, не понравилось публике, не ответственные были, может быть, гости, и вы понимаете, что, ну, вот, не получилось. Не было. Может быть, мы счастливые, но такого не было. И тоже, когда спрашивают те, которые, менеджеры, всякие продюсеры, которые хотят, ну, какие дни лучше идут или, ну, вот как, я говорю, абсолютно неважно, это понедельник или суббота у нас всегда полный зал, всегда полный зал. Очень редко, когда нету аншлага. Действительно, теперь тоже, ну, кажется, все лето, лето было такое жаркое, ну, кто там думает билеты покупать, да, но сегодня мероприятие, завтра мероприятие, и все распродано. Так что, ну, абсолютно не можем сказать, который день лучше, все дни хорошие, если это дворец культуры. Позитивный такой просто проект. У нас все дни хорошие. А у вас сейчас еще вот заканчивается уже выставка, посвященная ВЭФу. Что это за выставка, до какого числа она будет, можно ли еще успеть на нее попасть? Еще в сентябре будет, это очень маленькая, она там вместе с музеем. Она в главном здании, ее можно там найти? Да, ну, музей ВЭФа тоже в дворце культуры, и открыт каждый день с двух до восьми, можно и экскурсии заказать заранее. Теперь школы у нас приходят каждый день по пять-шесть экскурсий с утра. И там есть вот эта выставка на латышском, это я у нас из Страдос. Новые разработки. Да, это про компьютеры в восемьдесятых годах, про табло, которые были, например, когда было Олимпийские игры в Москве в восемьдесятом году, большие эти таблоиды делали ВЭФ, и это было что-то первый раз вообще в Советском Союзе. Электронное табло, да? Да, 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 вот это, поэтому ВЭФ был такой инновацией завод, да, и там всегда испробовали, и они были как будто первые. Вот и это, и выставка посвящается этими новыми выработками, да, то, что мы там могли. Конечно, там больших этих табло нету, да, но там можно наши работники расскажут интересно, и это связано тоже с столетием. То есть имеет смысл все-таки брать экскурсию, а не просто прийти посмотреть? Я думаю, что да, просто можно посмотреть, если приходите, например, на мероприятие, на концерт, придете немножко раньше, да, и можете зайти как на крючок, попадетесь, а потом уже будете звонить и с друзьями или с семьей придете, и в экскурсию можно. Можно и такую экскурсию, что берется и территория бывшего ВЭФа, и там тоже можно с гидом пройти. и есть такая виртуальная еще у нас тоже выставка, как говорится, на сайте, можно посмотреть адрес, и там тоже про ВЭФ, про все сто лет вместе с национальным архивом сделано виртуальное. А вы говорили, что выставка небольшая, а что значит небольшая в вашем понимании? Там 20 этих экспонатов, 50, 10? Ну, примерно 20, да. Примерно 20? Да, да. То есть она небольшая, но она довольно говорящая, то есть там большая история? лучше, если бы кто-то рассказал, потому что там интересно это посмотреть, а да, видим, что это что-то такое, но особенно не понимаем, да, там, ну, компьютер, понятно, да, но остальные все эти вещи, надо лучше, чтобы кто-нибудь рассказал. А на закончится будет что-то еще? Да, музей делает все время что-нибудь или посвящает какому-то конструктору, знаменитому человеку, который в ВЭФе работал, или посвящает или другое, но все равно такие небольшие делаются. Экспозиция, которая сам музей, это постоянная, и эти выставки как такой маленький бонус идет. Начался учебный год, он начался и в ВЭФе, что сейчас там происходит, если мы говорим об учениках, о школьниках, скажем, да, что предлагается? Раньше мы буквально встречались летом, там было очень много кружков, вот сколько их сейчас, для какого возраста? У нас 44 аматерские кружки, коллектив, возраст абсолютно разный, начиная с детского сада, заканчивая с сеньорами, которые отмечают 90-летие, и поют, и танцуют, и современные танцы, и народные, и, конечно, играют и оркестр, и фото есть, у нас теперь недавно, где-то год есть новый, такой кружок мультимедий называется, там и снимают на видео, и фотографируют, сами фильмы делают, обучают, анимации, это очень интересный такой современный, есть керамика, есть скульптуры, которые делают, так что, ну, спектр очень-очень большой, хоры, конечно, ансамбли, но для детей, вот как раз это подростков, этот мультимедия, есть современные танцы, народные танцы, и латышские, и русские тоже есть, потом есть ансамбли, очень хорошие, они, попы и момо, у нас детские ансамбли, которые занимают везде первые места во всех конкурсах, они участвуют и в телевидениях, в этих конкурсах, которые на телевидении бывают, там балсис, и балс павел, ну, всякие такие конкурсы, и всегда награды получают, ну, так что просто надо посмотреть на нашем сайте, кому что интересует, и сейчас сентябрь как раз время, когда принимаются новые участники, и надо просто приходить или позвонить. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и потом продолжим после перерыва, оставайтесь с нами. Еще раз добрый день, мы продолжаем нашу передачу «Разворот», у нас в гостях руководитель Дворца культуры ВФ Лена Кюбелюс, если у вас есть какие-то вопросы, телефоны прямого эфира 6721-2939, 6721-3939, мы уже поговорили об истории Дворца культуры ВФ, мы уже поговорили о выставке, о концертах, о мероприятиях, у нас сейчас началась тема именно начала учебного года, мероприятия и кружки, которые есть в самом Дворце культуры ВФ, вы сказали, что у вас их 44, и часть платная, и часть бесплатная, вот как это определяется, по какому принципу? Те, которые руководителям зарплаты платят Рижская Дума, там бесплатно и участникам, но есть такие, которые у нас арендуют помещение, и тогда они, конечно, общество, и тогда, чтобы заплатить эту, хотя и небольшую аренду, и, наверное, чтобы руководителям заплатить, там есть небольшая плата, ну, там есть, например, 20 евро в месяц некоторые, но в основном, конечно, эти, которые под Рижской Думой, да, и это 95% таких кружков, где вы приходите, да, и вам мы даем помещение бесплатно, да, и вы можете там развивать свои таланты, ну, так, детский, детский, ну, у нас, как, после реконструкции ничего, помещение не прибавилось, да, осталось только, сколько есть, потому и нам дали, мы договорились с департаментом имущества, что нам оставили еще на Бриеви, Басулице, там, где было, пока реконстрировались, один этаж с двумя залами для репетиции наших коллективов тоже, так что мы... помещаетесь в дворце культуры, у вас еще дополнительные... Да, у нас еще одна остановочка с автобусом в сторону Тейки, еще помещение, целый этаж, где наши коллективы тоже занимаются. А вот вы сказали как раз о том, что у вас есть, например, коллективы, которые делят латышские русские группы, много ли, например, русских приводят латышские коллективы и наоборот, для того, чтобы просто практиковать язык, учиться, это же, ну, одна из таких совершенно уникальных возможностей погрузиться в среду. Ну, очень смешанно, особенно, ну, если, может быть, меньше, если это очень народное, да, скажем, ну, не знаю, сколько латышей участвует, например, в ансамбле Кривичи, да, который, ну, очень народный, как раз русский, русский народный танец, или, конечно, есть и русские, которые танцуют, например, в народном ансамбле Залта Сетинч, да, но процент я не скажу, но такие ансамбли, как, например, современный танец, да, где ритмс, я думаю, там абсолютно половина, почти наполовину, там же нет никакой разницы, да. А вот, например, если мы говорим именно о кружках, там та же керамика, фото, кружок, мультимедиан, как они делятся, не делятся? На языке? Да, на языке. Нет, это все происходит на латышском, так что, ну, теперь, я думаю, все дети уже, которые в школу ходят, они все понимают, и русские дети и говорят, так что, конечно, учитель, если будет какая-то проблема, объяснит и на русском, да, там не так, ну, чтобы было отдельно, одно за, ну, один урок для, два курса, да. Вот такого нет, нет, все происходит на латышском. А вот по поводу еще кружков, вы говорили о том, что у вас разные возраста, у вас есть какой-то такой, знаете, личный рекорд? Вот вы сказали, 90 лет отмечали люди у вас там, сеньоры, то есть в чем они участвуют, в какие кружки они ходят, то есть люди более старшего возраста? Ну, у нас есть, например, одна женщина, которая уже ей 92 или 93, и с ней было интервью перед праздником песни, она участвовала уже 11 раз в празднике песни и поет, всю жизнь поет в хорах, и теперь, конечно, хор с сеньоров, да, но она приходит два раза в неделю на репетицию и участвовала в своем возрасте в большом празднике. Представляете, это уже настолько трудно молодому, да, все это выдержать, все эти длинные часы репетиции, длинные концерты, но... Они же еще стоят. Да, да, но вот человек за 90, и она не одна такая, есть у нас тоже ансамбль латгальских традиций, да, и там тоже пару дам, которым уже за 90 они поют, и ну вот приходят... Какое жизнелюбие! Да, ну эти, конечно, и социальная функция таким коллективам, они приходят, и как они сами говорят, нам же особенно важно выйти из дома, да, и идти на это, быть с другими вместе, ты будешь здесь только дома, ну тогда все болезни к тебе придут, да. Вместе с кошками, да, кошки и болезни приходят одновременно. Да, так что это, ну, коллективе сеньоров больше такая социальная функция, чтобы они, они ездят по пансионатам выступать, да, и общаются друг с другом, концерты делают вместе, выезжают, рижские коллективы в другой какой-то город, Латвии и так далее, так что там разные функции, если дети приходят развивать таланты, да, то здесь более такая социальная функция. А вы говорили о том, что дети маленькие могут приходить, начиная с детского сада, что для них предлагают по кружкам? Ну, в основном петь могут в ансамблях, танцевать, как я говорила, народные танцы и современные, и у нас еще есть цирковая студия, если кто-то хочет акробатом стать, или жонглером, и этим заниматься, тогда и цирковая тоже у нас студия есть, можете посмотреть на нашем сайте. А как сайт называется, давайте скажем? ВФКП, как вФКултура Спилс, да, вФКП.лв, и там все под коллективы есть отдельно, подробно расписано, и подробно расписано, да, все про каждый коллектив можно прочитать. А что с педагогами? Кто преподает, кто идет к вам, насколько там молодые и немолодые, прогрессивные или нет? Потому что если мы говорим о современных танцах, или, например, мультимедийные, то здесь, понятное дело, человек должен быть, чтобы завоевать доверие, там может быть какой-то более прогрессивный, молодой и так далее. Как подбирается этот педагогический состав? Часто ли он меняется? Как который коллектив? В основном те, которые главные руководители, они в основном не меняются, потому что они лидеры, да? Ну, например, есть такой коллектив, тот же самый современный танец, у них 10 групп. Ну, так примерно можно считать, что это и 10 коллективов, да? Или тоже самый народный танец, тоже 10 групп. В каждой группе каких-то 25 человек, да? Так что, ну, руководители самые главные, почти не меняются, но педагоги, репетиторы меняются. И они в основном молодежь, потому что детям, конечно, нравится, если молодое преподает. И есть и мужчины тоже, да? Потому что, если хотите, чтобы мальчики танцевали, да? Ну, тогда, конечно, лучший педагог мужчина. Так что, возраст очень разный. Современные танцы, очень хорошая, молодая профессионал, проводит Элина Гайтикевич, она сама и хореограф, и приглашается в всякие жюри, и, ну, высоко ценится. Так что, ну, все они профессионалы. Нету таких педагогов, у которого нету образования в том, что они делают. Все отобраны профессионалы, об этом абсолютно не надо волноваться. И теперь, конечно, очень строго и смотрят за то, чтобы те, которые работают с детьми, чтобы было это педагогическое тоже образование, не только, скажем, там, ну, хореографическое. Вообще многие же приходят заниматься не только для удовольствия, но и на результат. Вот что предлагает потом Дворец культуры ВЭФ, или конкретно вот эти кружки, участие в выставках, в каких-то мероприятиях, или позанимались там, между собой выставили, посмотрели, во Дворце культуры ВЭФ, может быть, выставили, но уже дальше они не идут. Или наоборот, это все идет по нарастающей, то есть одна выставка, другая, локальная, городская. И даже международная, потому что у нас есть связи. Это звучит так, как у нас есть связи с нужными людьми. У нас такие, ну, как, к нам приезжают, ну, например, с выставками, если скажем, тот же сам фотоклуб. В прошлом году была выставка совместная с Австралией, с городом Керн. Мы делали тут совместную, они приезжали. А выставка чего это была? Фотографии под названием «Танец». Там можно было выбрать, как ты хочешь, да? И это фотостудия, оба фотостудии работали здесь, фотографировали, они прислали свои фото, мы их тут распринтовали, сделали выставку, они приехали сюда, а потом участники из фотостудии ехали в Австралию. Это все оплачивалось проектом. Как вы говорите, кружок называется. Так что, ну, мы ищем, эти международные контакты, и, конечно, каждое лето, каждое лето едут коллективы на фестивалях, на конкурсах. Очень много. Так что не только те, которые поют и танцуют, остальные тоже, как я говорила, с выставками, да, и фото, и оркестры. Так что, ну, очень такая бурная вся эта жизнь. Там не только занимаются в нашем доме, да, но Латвия и за рубежом. Насколько много, может быть, желающих привести свои курсы, провести свои курсы у вас, ввести какие-то новые, потому что у вас, с одной стороны, есть большое желание и огромный потенциал, с другой стороны, определенно точно дефицит места. Вот как вы с этим справляетесь? Ну, нам приходится и отказать. Ну, например, пару раз очень хотели, чтобы мы дали регулярные занятия для танцев спортивных. Но там нужен паркет, и мы не можем дать регулярные, потому что у нас всё время мероприятие происходит. Мы говорим, мы можем дать вам один раз, как на соревнования, например, или один раз на какое-то мероприятие, но так, чтобы каждый там вторник и четверг, ну, нет такой возможности, к сожалению. Так что, ну, есть некоторые желающие, которым, ну, приходится отказать. А дворец культуры ВФ не планирует в какое-то ближайшее время расширяться? У вас есть помещение на Бривебус, может быть, вы хотите что-то ещё себе построить, и для этого есть все ресурсы и возможности, вопрос только времени. Ну, с ресурсами будет, как будет. Мы принадлежим Рижской думе, да, и, конечно, то может только планировать вместе с думой, но я думаю, что теперь уже несколько лет настолько много нужд, да, в городе, что расширение не планируется так быстро и вообще, может быть, было в самом начале, когда проектор готовился, был вариант, что там, где на сторону Яуна Атейка, да, там можно что-то подстроить ещё, но это уже было понятно давно, что не реализируется, потому что, ну, не было настолько много денег, так что, может быть, если найдём ещё каких-то помещений, которые уже есть, и мы можем там заниматься, или, например, костюмы там хранить, да, потому что это тоже очень много, если столько много всяких коллективов, да, нам нужно, обязательно у нас есть театр, который тоже хочет отдельно работать только в помещении, где они потом и играют, да, ну, небольшой зал, например, да, но мы не можем такое предоставить, потому что нам надо, чтобы вечером туда заходил хор, да, ещё кто-нибудь, да, мы так просто каждому кружку, как говорится, не можем отдать те помещения, которые у нас есть, поэтому если бы была возможность, что мы ещё возьмём какое-то, или там была школа, например, и, ну, нет уже, да, или там детский сад, что-то такое, мы бы были рады. Мы уже говорили об этом с Думой, но пока что нету, нету такой возможности, но нам не хватает помещений, это точно, да. Кто вообще находится на бэкстейдже вот всей этой организации, мероприятий, кружков, событий, фестивалей, вы участвуете в большом количестве самых разных городских фестивалей, мероприятий в том числе. Вот сколько вас человек, которых мы не видим, вы находитесь где-то вот на бэкстейдже, мы видим только результат. Вот вы к нам пришли, мы вас видим. Сколько таких ещё, как вы, желающих работать с таким количеством энергии? Ну, у нас мало администрационных работников, да, но у нас довольно много обслуживающих и технических, потому что настолько много мероприятий, нужна и команда большая. В целом мы где-то 50, не считая руководителей, кружков и коллективов. Ну, у нас по три звуковика, три освещающие, два работника на сцене, потом три работника, которые так работают, ставят всё, ну, на мероприятие, например, у вас бал, да, и нужно там 20 круглых столов, ещё что-нибудь и всё. А вот эти звуковики, например, и световики, они вы предоставляете? Или, например, если мероприятие организуется, у них есть там свой штат уже слаженный, да, то они могут им воспользоваться? И так, и так. Но в основном все берут наших, потому что… Потому что наши самые лучшие, да? Это в первом случае, это обязательно. И во втором они уже ходят по одному в цену, когда вы арендуете наш зал. А, да, такой хитрый ход, да? То есть главное, что у работников всегда есть рабочее место у людей. Ну, у нас действительно, они очень хорошие профессионалы, всех хвалят. Но если, например, у вас специфический там спектакль, да, ну, где там на пятой секунде то на шестой, то, конечно, а это уже отработано, спрограммировано, и там едут со своими, да, всеми этими специалистами. Но на концертах в основном и все остальные такие мероприятия, балет вот теперь будут, и все, они берут наших, потому что уже знают, что качество будет хорошее. И действительно бывает так, что приезжают иностранцы со своим, и мне потом говорят, слушай, что-то сегодня не было с звуком там, ну, как-то не так звучало, да. Ну, может быть, и не знают особенно эту аппаратуру, да. Ну, как-то зал, как эта вся акустика. Так что бывало, что даже чувствует, что кто-то другой за пультом. Вот я хочу вернуться к мероприятиям, которые проходят осенью во Дворце культуры ВЭФ. Скажем, вот сейчас сезон. Скажем, какие мероприятия вы действительно рекомендуете посетить людям? Невозможно же каждый день ходить, да? Вот есть какая-то такая топ-5, например, ваш личный? Ну, конечно, приглашаю всех на ВЭФ-джаз-клаб. Да, теперь будет, как говорила, швейцарцы в 26 сентябре. Но еще будут и еще два концерта. Будет Йоланта Пашкевич с группой и потом такой проект Айсма в декабре. Так что, ну, кому нравится джаз, проходите. Даже тем, которые, ну, так, сомневаются, приходите. Будет интересно. Во, я на личном опыте могу сказать, что я не любитель джаза, но мне ужасно понравилось. Был вот как раз фестиваль джаза, и было совершенно изумительно. Это у вас атмосфера просто уникальная. Ну, вот видите, вы хорошо нас рекламируете. Да, я только что такая минутка рекламы, но это личные ощущения. Да, вот это обязательно я бы порекомендовала. Приглашаю на кубинцев, чтобы можно было хорошее настроение заполучить, потому что кубинская музыка всегда очень хорошая, очень хорошая группа. 18 октября приходите, будет радостно. Потом Иго, певец своих 40 лет на сцене празднует у нас, так что можно это посмотреть, да. Те, которые любят балет, в декабре будут и «Шелкунчик», и «Лебединое озеро», и вся классика. Это будет «Московский балет», можете смотреть там. Ну, я таких разных стараюсь назвать этих мероприятий, но, конечно, надо всем смотреть, что они хотят. Есть и спектакли, и концерты, и ночи импровизации, например, да, и «Билдес», этот фестиваль «Билдес», который довольно популярный среди музыкантов и публики тоже, из дома конгрессов перешли к нам, да. Переманили. Так что, ну, очень-очень разные варианты, и в конце года будет выставка, например, Эдит Паулс Вигнер, да, сестра Раймонда Паулса, она с текстильями работает, очень-очень красивые, так что, ну, и такие варианты. Можно просто приходить, посмотреть выставку, посмотреть дворец, музей. И сходить на концерт. И сходить на концерт. Или просто в кафе, да, так что, ну. А вообще дворец культуры, да, прошу прощения, дворец культуры ВФ, он с кем-то конкурирует? Вот все большие мероприятия, они всё равно между собой немножко конкуренты, да, то есть это же возможность перетянуть публику. Вот у тебя есть 30 евро, вопрос, куда ты их потратишь, да. Вот у дворца культуры ВФ конкуренты есть? Ну, конечно, можно так сказать, но можно сказать и то, что мы сотрудничаем. Например, тоже с этим джазом, да. Маорис Брешко, он сделает Рига с ритми, да, джазовой фестиваль. Ну, и мы кооперируемся, чтобы те участники, которые приезжают, чтобы было подешевле, как говорится, мы их в свой проект тоже тогда берём. Он в свой, мы сотрудничать стараемся. Сотрудничали настолько хорошо, что в следующем году Рига с ритми тоже у нас будут. Да, сотрудничались. Вот так это называется. Вы с улыбкой, с улыбкой, да. И вот всё, и всех забрали к себе. И ещё хотела вернуться к кружкам и вот к всем занятиям по интересам. Есть, насколько сложно попасть, потому что очень часто бесплатные кружки, которые предлагает Рижская дума, расхватывают моментально, примерно как билеты на Барышникова за 4 минуты с момента открытия записи. Как у вас это происходит? Вы сказали, что сейчас начинается учебный год и уже вот можно записаться. Можно ли на всё записаться? Или уже запись закрылась позавчера, до первого числа, скажем так, и сейчас осталось там небольшой какой-то выбор? Я думаю, что пока что можно на все, но есть такой вариант, те, которые, есть, которые берут всех, да, но есть, где отбирают, отбор идёт, да. И, ну, там уже, конечно, тогда надо смотреть. Или если петь идти, или танцевать, ну, там уже смотрят, есть возможность брать или нет. Если будете отлично, очень хорошие, вас возьмут всё равно, если бы уже там и полно, да. Но если там уже отобрали, и, ну, к сожалению, нет. Опять вам не дано? Ну, к сожалению, да. Идите на керамику. Идите. Ну, может быть, да. Может быть, а почему нет? Хорошо, спасибо вам большое. У нас в гостях был руководитель Дворца культуры ВФ Лена Кюбелес. Был программ «Разворот». Я ведущая Евгения Шафрана. Помогал мне Евгений Капин.